Добрый-добрый-добрый день всем! У нас опять ESL One и очередной четвертьфинал. У нас уже одна пара команд в четвертьфинале отыграла. Команда Малайзия выходит у нас вперед и, собственно, в полуфинале ждет победителя данной пары. Signature Trust на данный момент играет против команды VP Phoenix, победителя этой пары. И, собственно, и отправится у нас встречаться с Малазийцами в полуфинале. Но давайте сразу по пику пройдемся. Бэтрайдер, Шейкер, Штормспирит и Лина за Signature Trust уже ушли в пик. Ну и Висп, Тролль, Варлорд, Зевс, Леон и Найт Сталкер для MVP. Как только появился в пике Висп, тут я вижу третьим баном отошел Тинни. Но, как я понимаю, VP Phoenix и Тинни не планировали брать, потому как вторым пиком смело могли бы его забирать. Забрали Тролль Варлорда и дали возможность Signature Trust Тинника забанить. Ну, их дело. В принципе, здесь есть кому цепляться и Тролль Варлорд, и Найт Сталкер. Всем надо и скорость атаки, и дэмэдж, и подхилл. Тут, в принципе, Висп в любом случае будет полезным. Сделать Висп безполезным, это, ну, наверное, только я в пабе мог бы. На данный момент Signature Trust, последний, пятый пик. Уже есть Лина и Шторм Спирит, в принципе, на мидлейн. Два кандидата готовы, но Лина, скорее всего, у нас придет фармить. Шторм, я думаю, отправится на мидлейн. Хотя и Шторм точно так же может, как Лина, фармить легкую линию. Бэтрайдер отправится на сложную, Шейкер будет кого-то саппортить. Ну, все чаще Лина, конечно, у нас уходит в мидлейн, Шторм комфортно себя чувствует на ботом лейне. Так, ну и все, Спектра появляется, и теперь Лина и Шторм, у меня вопросы по ним. Если будет Спектра, то фармить надо Е, и легкая, разумеется, тоже отдастся у нас в Спектре. Поэтому, 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 поэтому Лина будет у нас, как я понимаю, саппортить. Майпро берет Шторм Спирита, Бумбелл забирает себе Шейкер, Аба будет играть на Бэтрайдере. Би-би-би-би-би, даже не знаю, как в процессе матча называть этого героя, просто Би будет у нас. Играет на линии, и Лейкел забирает себе Спектру для фарма. Со стороны команды MVP Феникс, Мардж берет себе Виспа, Тролль Варлорд для Фэби Фрога. Натс берет Леона, ну и Найт Сталкера с Девсом сейчас поделят. Кстати, Найт Сталкер, уйдет ли у нас фармить легкую, или все-таки отправится в мид, по старой доброй школе Нави, по школе Артстайла. Я думаю, VP Феникс знает, что Найт Сталкер может быть в миде, и, наверное, об этом задумались, так как пауза небольшая в игре у нас есть. Ну, смотрим, 5 секунд всего остается, кто кого заберет. Ну же, ну же, ну же. Ну, по пику вообще, по функционалу, у команды Сигней Чит Раст очень много кастов, вот прям невероятно много. Со стороны команды MVP Феникс, разве что Зевс, Леон и, может быть, Найт Сталкер. Все остальное такое вспомогательное. Тот же Тролль Варлорд, который у нас берется исключительно ради скорости атаки, ради своего ульта, в принципе, кастить особенно-то и не будет. Поэтому, конечно, Сигней Чит Раст на ранних этапах, мне кажется, посерьезнее и посильнее. Ну и план B у них в виде спектры в глубокий лейт тоже есть вариант уходить. Начало этого матча со счета 0-0. Не так, как было у нас в паре Малайзия против... против 5F, там начинали уже со счета 1-0 в пользу команды Малайзия, и там всего один матч. Очень быстро откатали и пошли, собственно, в полуфинал. Одни из данных коллективов, а именно Тим Малайзия. Здесь у нас, скорее всего, будет, я думаю, будет три матча, потому как по составу и MVP Сигней Чит Раст где-то рядом ходят. Так, они у нас и на Join.MLG Pro League недалеко друг от друга находились. Да и вообще, статистика встреч приблизительно равная с небольшим преимуществом коллектива MVP Phoenix. Ну, теперь, собственно, давайте по лайнам разберемся. Так, к Фене у нас забирает Зевса. Вот так вот, фармящий Зевс будет, как я понимаю, в сложный уже пошел. У нас QO забирает себе Найт Сталкера и идет в мид. Все, это мидлей Найт Сталкер, против него попробую пойми, кого ставить. Майпро закупился, скорее всего, в мид, но талисман два танга есть и бутылка с собой тоже, в принципе. Что же за мид такой без бутылки? Вообще не разобраться, Бумбелл. Просто под ноль закупился, пробустил здесь всех, кого только можно было, еще и танга отдал. Как я понимаю, Курьер Бумбеловский, Варды тоже его. Так, по вардам, по вардам. Да, Варды один отдал Лине, второй. Второй уже где-то, скорее всего, стоит. Да, второй был... Ладно, черт с тем вардом, вообще нужен он мне. Вот один, в принципе, Бумбеловский должен стоять уже и где-то, где-то, где-то еще у нас в этом билде у кого-то один остался. На сложную отправляется к Фении на Зевсе, и вот вопрос, останется ли он здесь или все-таки уйдет куда-то в линию получше. Нижнюю качает уже. Уже собирается кого-то харасить на руне, но руну ему точно не отдадут. Разве что здесь 2-3 каста сможет успеть дать до появления руны. Майпро забирает руну внизу. Аба отгоняет отсюда Кио, но Кио, в принципе, уже руну себе забрал и отправляется на мидлей. Но Кио, кстати, совсем немного по золоту остается до Ботла. Это один несчастный крип, хоть через Войт его забирай. И, в принципе, Ботл уже будет готов. У Майпро никакого Ботла сейчас нет, потому что Майпро у нас фарм направляется. Но Кио, в принципе, в принципе, может загонять на первых левелах у нас Шторма. Как только появится второй левел, появится Оверлот. Шторм у нас беднягу Найт Сталкера просто заспамит. Ну и все, Войдом забирает первый фраг. В принципе, как я и говорил, первого крипа забирает у нас Кио. В общем-то, ситуация вполне очевидная здесь была. Кио гоняется от крипов. Не собирается, я так понимаю, Лайн под свой Тауэр подставлять, потому что фарм ему Майпро сейчас просто не даст. Уже бежит Ботл, и Кио по ХП проседает невероятно. Половину ХП уже слил. Думаю, тут до критичной точки, конечно, у нас Найт Сталкер не дойдет. А будет Ботл, и сразу же бежать Курьеру отсюда. Причем провожает его, вдруг какой-то хитрозадый у нас игрок команды Signature Trust выйдет и попытается Курьера забрать. Так, Фэби Фрок на тролльварлорде фармит нижнюю линию. Нат здесь на саппортинге, и Марч занимается отводами крипов. Абба стоит на сложной, пока к крипам вообще не подходил, даже не нюхал их. Би у нас на линии саппортит Лейкелса. И в мид-лейн у нас отправляется Бумбэл, и как-то немножко я уход ХП самого Найт Сталкера не увидел. А вот труп Найт Сталкера мы с вами увидели. В итоге по одному фрагу разменялись. По-моему, First Blood был для команды Signature Trust. Да, так и есть. Майпро забирает у нас Найт Сталкера, ну и потом уже Фенни вместе с крипами доковырял у нас Шторм Спирита. В любом случае, Майпро уже с батлом, и у него есть Нул Талисман. Так, погоня пошла у нас за Майпро. Ну и бежать отсюда. Сейчас бревно в лицо у нас получит, как я понимаю, к Фенни. Зевсу лучше здесь не тусоваться. Причем Бумбэл его видит, а Фенни Бумбэл не видит. Не самая удачная фессура. Фенни уходит отсюда. Еще и руну для команды MVP Феникс сохраняет у нас игрок команды Signature Trust. На сложной линии Бэтрайдер до сих пор ни единого крипа. У Фэби Фрок здесь 13 на 3. Он первый по фарму, и примерно равно идет с ним Лейкелс на спектре. В лейте, конечно, спектра, мне кажется, посерьезней персонажем, чем Тролль Варлорд. Поэтому, если где-то на равных у нас два... Так, ладно, у нас позже поговорим. Майпро на мидлейне. Рассыпается от Спиритов и верхняя от Фенни. Забрали еще раз мидера команды Signature Trust. 2-1. У Найт Сталкера все хорошо теперь по опыту. Четвертый левел он и четвертый левел Шторм. Но здесь Кио еще наковыряет и крипов, и может даже и фраг сделать. Би пришел здесь просто как-то отспамить у нас по Кио. У Кио счет 0-1, но уже есть два асиста. Бежать надо отсюда Найт Сталкеру. НС уже летит здесь Тапок. И до первой ночи, в принципе, Тапок будет. Правда, урны, скорее всего, у Найт Сталкера не насобирается. Времени маловато. Ну, опять же, зависит от ситуации. Получится, не получится наковырять фраги и крипы, и крипов. Это уже такое. Будет, не будет. Фэби Фрок абсолютно комфортной ситуацией находится. Аба вообще к нему не подходит. У него 150 по золоту. Еле-еле насобирал себе на Тапок. И дальше как-то до Транквилл должен выживать. На лайн можно не подходить, просто ждать, когда она тикает. А после этого получить хотя бы третий, четвертый левел и отправиться в лес. Там забирать себе, в принципе, фарм для Даггера. То, что Даггер будет ранним, слабо в это верю. Потому что на четвертой минуте, к окончанию четвертой минуты, ни левела, ни денег у нас у Бэтрайдера не имеется. Зевс отогнал Майпро. А здесь Кио еще бежал. Конечно, не по шансам. Инвиз у Найт Сталкера. И, в принципе, можно хотя бы на один лайн выйти. Бумбелл. По-моему, первый вообще пассажир у нас на поезд никуда. Пошла погоня за Майпро. Фиссура нужна от Бумбелла. Фиссура по Кио. И Кио еще и сагрил на себя вышку. Не очень удачный врыв, конечно. И марш на лоу ХП здесь. Ну, кое-как отхилятся. Боттл есть у Веспа. Боттл есть у Кио. Тут на двоих, в принципе, хватит. Дальше погоня за Майпро. Воид имеется. Просто надо зацепить. У нас Шторма. Фиссура пошла в лицо Кио. Ну, и Шторм будет мансить. В принципе, я думаю, недалеко у нас Шторм на мансит. Все. Кио забирает фраг. И быстрее с маршем отсюда бежать. Здесь Бумбелл в соло вообще ничего не расскажет. Это 100%. Ну, и там бедняга Шторм. Три раза умирать. Какая-то дикость вообще на Шторме. При том, что у тебя есть неплохие подсейвы. Итак, и Абу решили нас зацепить через Спиритов. Еще и Тролль Варлорд сюда подошел. Но МВП, по-моему, хорошенько поели перед матчем. Все у них в порядке. Глаза горят, бегут. И получается. Самое интересное, что получается. За пять минут уже четыре убийства они сделали. По золоту на полторы тысячи опережают своих оппонентов. По Экспириенсу тоже полторушка в пользу команды МВП Феникс. И опять Шторм здесь терпит. Ну, тут я не знаю. Мидлейн провальный. Конечно, Шторму в мидгейме насобирать нормальных артефактов это не проблема. Но если его будут гнобить так же, как гнобят сейчас, то, конечно, шансов на победу все меньше и меньше становится у команды Signature Trust. Лейкелс. В принципе, в лейте это будет достаточно прилично интересно смотреться. На Лейкелса пока не выходили. Лейкелса не трогали. И, может быть, и не будут пока трогать. Феникс отправляется на топ-лейн. Мешать в спиктре. Спиктре попробую здесь помешать. Фейсбутс есть. Саутшилд здесь имеется. Ринк оф Хеллс тоже у Лейкелса уже есть. В принципе, реген хпшки приличный. Скорость бега тоже классная. Дэмэдж крутой. Если врываются на спиктру, скорее всего, умирают. Той самой спиктры. Натс вместе с Маршем. Под тизером. Врываются во вражеский лес. Будут ловить здесь Абу. Аба все пытается себе на даггер насобирать. Должны забирать фарм у него. Игроки команды MVP Феникс. Ну и Аба старается потеет. Ну что-то где-то. Где-то по тысячу по золоту насобирает здесь. Кио сагрил на себя крипов. И теперь у Майпро еще большие проблемы. Кио вообще здесь неугомонный. У него уже практически готов пауэр трэдс. Пока еще не летит. Но 550 уже есть. Так, Кио под тизером. Должен выхиливать его Марш. Бедняга Найт Сталкер. Просто разорвали его на куски. Натс на лоу ХП здесь. И Майпро дальше за Натсом. Натс в принципе через Сики отхилится. Задувает еще и спину Натсу. Натс на лоу ХП. Но убегает отсюда. Лейкелс ворвался в файт. И быстрее, быстрее, быстрее пешком на собственный лайн фармить. Потому как от Лейкелса зависит вообще вся жизнь команды Сигней Четраст. Если он будет сливаться, это будет дичайшая проблема. На лоу ХП Тауэр. И что такое? Почему? Почему? Тролль Варлорд испугался у нас Бэт Райдера. Знал же, что летит Бэт. И что Бэт ничего сделать не может. Четвертый левел. Ну, решил перестраховаться у нас Файби Фрок. В итоге Бэт Райдер Тауэр заденил. По золоту. Полторы тысячи МВП. По экспириенсу тысяча в их пользу. Погоня дальше за Лейкелсом. Вот теперь взялись наконец-то у нас и за Спектру. У Спектры все в порядке. Один раз уходил только с лайна у нас Лейкелс. Все остальное время фармил. 49, даже 50 на 12 у него Крипстат. Немного уступает Фэби Фрогу. А по золоту... Ну, по золоту 700 разница. Но опять же, Тауэр снесли игроки и команды МВП Феникс. Поэтому Сигней Четраст... Немножко по голде проседает. Тут Тролль Варлор тоже в принципе... А, у Троля еще и один фраг есть. Да, понятно теперь, почему такое преимущество над Спектрой. Кюон на Найт Сталкере. Уже есть Пауэр Трэдс, есть Боттл. Никаких с тебе фейсботцов, вангвардов, урн и доминаторов. Все, в принципе, по обычной классической схеме. Никакого хорошо забытого старого Найт Сталкера. Что, пошел у нас врыв на мидлейн. Развалили в итоге Шторма. Даблкил делает в данной ситуации Феби Фрог. Куча теперь у него дэмэджа. Куча, в принципе, и голды будет после этого файта. Ну и триплкил для Тролль Варлорда. Какую машину для убийства собралась команда Сигней Четраст сделать у нас с Тролль Варлорда, мнение понятно. Так, у нас улетает Висп. Улетает, похилиться, порегениться. Банку с собой фуловую принесет. И там, кого надо, отхилить. Кого надо, конечно же, говорю о Найт Сталкере. Т2 на мидлейне. Горит. Снесли уже Т1 игроки команды MVP Phoenix. Как внизу, так и на мидлейне. Ну и немножко подпушили, в принципе, самый-самый минимум. Подпушили табор по мидлейну. 7-2. По золоту они выигрывают 4000. По экспириенсу где-то 2000 тоже. В пользу команды MVP Phoenix. Что такое? Как так быстро Висп у нас развалился? Это Майпро через Болл Лайтнинг, я так понимаю, ворвался и разговаривал Виспа. Неужели так просто все делается? Или кто-то здесь помог? Лассо Бэтрайдер не юзал. Ну, значит, просто... Хотя, что там бить того Виспа? Бедняги тут 250 фулл ХП. Это в идеале. Ну и, конечно же, от Шторма все прекрасно знают, что врывы динамичные. Там, в принципе, попробуют сориентироваться. Тем более Шторму. Хотя в Вортекс, опять же, Шторм не качал. Через Ремнант, через четвертый Оверлод. Там со Штормом можно поиграть... С Виспом можно, в принципе, поиграться, поразвлекать его. Если никого рядом нет, то у Марша, в принципе, приговор официальный. На нижнем лайне со стороны команды MVP Феникс Тавр нетронутый вообще. Здесь тоже нетронутый Тавр, но, ребята, я смотрю, собираются. Уже три игрока плюс иллюзии от Найт Сталкера уже выходят на топ-лейн. Спектра сама здесь не задефает. Спектре нужен под сейв. Бумбел относительно близко. Все, что сможет Бумбел дать, это Фессуру, а дальше умереть, если вдруг Кио в него въестся. Натс здесь, здесь опять же Кфени и здесь Марш. Тут и надо дамажить и влететь, в принципе, за счет релокейта. Фэйби Фрок осмелел, пошел во вражеские леса. Собирается тут пачки Бэтрайдера забирать. В это время Кио забирает Тавр на топ-лейне. Есть урна, тысяча по золоту. Кио улетает у нас на нижний лайн. Ну, по фарму Найт Сталкер должен уже давным-давно где-то догонять ребят. Хотя Фэйби Фрок все равно на 2-300 выигрывает на данном этапе. И, кстати, почти на 2 тысячи опережает Спектру. У Лейклса есть Вангвард, есть Фейсбуцы у Спектры и готовая урна для Лейклса. Что за ерунда вообще? У Спектры есть урна в Шадоуз. Ульта пошла от Лейклса. Врыв Кио через Лассо, через Даггер от Бэтрайдера. Развалили. 9 секунд еще будет здесь находиться Висп. Ну, надо Майп Роб, в принципе, зацепить Виспа и должен, скорее всего, улетать у нас Висп. Да, Висп улетает. На лоу ХП, конечно, очень сильно униженный и сбитый, но, тем не менее, улетает. И с Игнет Чит Расс должны Тауэр на нижнем лайне забирать. Найт Сталкера очень быстро разобрали. Так, Шторм. Шторм забирает Виспа. Что, простите? Я не понял, там урна, что ли, или как, чем? Почему Шторм забрал Виспа? Чье это все? Как так вышло? Написано, что Шторм Спирит забрал Виспа. Если висела на нем банка, то, да и нет, у Спектры не было зарядов в банке. Неясная ситуация. Или, может, там Крипам как-то отдался на Шторм, а Фраг отдали Шторму. Странная ситуация в любом случае. У Бэтрайдера уже 1000 после Даггера на данный момент. У Шейкера до Даггера еще 1750. Еще собирать и собирать. У Майпро уже имеется Сол Ринг. Есть у него Боттл. Есть Пауэр Трэдс. И Нул Талисман. У Спектры 1200. После... После-после урнов Шадоуз. Феби Фрок с компанией. На Рошана выходит. Ульты у Спектры нет и не будет еще 25 секунд. Ворваться команда Сигней Читраст вряд ли сможет. Да и вроде бы кликают, конечно, но... Толку от этих кликов. Лина решила поменять. Не успевает Лина элементарно... Даже ногами добежать. Кстати, просветить сейчас могут Лину. И врываться на ХГ вообще не проблема. Шторм врывается на ХГ. Ой, какую ошибку у нас Майпро делает. Нет, ульта и дальше на ХГ. И здесь можно, в принципе-то, его зажимать. Ульта пошла от Зевса. Никого не убили. Кио под тизером бежит за Бумбеллом. У нас ночь на дворе, поэтому Сайленс можно давать в Бумбелла. И Бумбелла можно забирать. Бумбелла разваливается здесь от Войда. Лейклз пошел впервые драться с Кио. Кстати, в кулачном бою. Без всяких лосоев, вспомогательных каких-то героев. И улетают. Ну и опять же, недалеко улетают. Пошла погоня у нас за Би-Би. Должны Лину забирать. Лину забирает. Лина перед смертью сбивает. У нас Эйгис тролль варлорду. В киллинг спри... Нет, это просто дабл килл, да? Для Найт Сталкера. НС в двух частях карты забирает два фрага. И у Найт Сталкера счет уже... Так, выделись же ты, черт тебя возьми. 3-3 счет у Найт Сталкера. До этого 1-3 шел Кио. Вообще нелицеприятный счет для него по смакам. Сигнетчат Расты. Могут с Кио здесь встретиться. Ульта пошла от Феби Фрога. Врыв лосо. Под фаерфлайм Феби Фрога должны увозить. Ульта пошла от Лейклза. Лейклз здесь ковыряет Феби Фрога. Это самый желанный кусочек. Ну и Спектра забирает у нас, во-первых, тролль Варлорда. Во-вторых, умудряется еще и сбить ему Доминайтинг Стрик. Лейклз тут по золоту нормально поднялся. 2-300 у него на руках. Лейклз... Ой-ой-ой, как Кио не вовремя сюда зашел. Здесь есть с кем его разбирать. Дальше пошла по коне за Кио. 5 стаков напалма уже на нем. Стан промазывают. Тизер, кстати, от Веспа. И забрали Бэтрайдера. Еще и Лейклза могут забить-то. Лейклз бежать отсюда через урну, через фейсбутцы. Лейклза, скорее всего, доковыряет. Бедняга. Ну, тут под Войдом попробуй уйди. Ну, все, что Спектра заработала, здесь, в принципе, в файте и оставила. Релокейт от Веспа и сразу на Лину. Добро пожаловать в Марш. Марш у нас отъезжает очень быстро, но при этом спиритами забирает Лину. Хотя Лина забирает Веспа немножко пораньше, получила Экспу и золото, но все это через микросекунду потеряла. 14-8. 6 тысяч, даже 7 тысяч МВП Феникс. По золоту и по экспириенсу 4 с копейками тоже в их пользу. 16 минут и 22 фрага. Это лучше, чем 22 минуты и 16 фрагов. Собственно, игра относительно активная, а значит и интересная для нас. Выход на Шторма готовится. Но Шторм далековато зашел, правда, маны практически на фулл и Булл Лайтнинг есть. Но здесь Хекс просто и Шторм у нас вообще никуда не уходит. Нет, Майпро на фулл ману бежать отсюда. Как только услышал, что Батл Транс провязал на строль, понял, что неспроста на него выход. Могут и не отпустить. Хексы от нации не было. Соответственно, и спать тоже провязать было бессмысленно. Было бы. Угою. Угою. Продолжение следует... Продолжение следует... Не до аганимов будет линия еще в ближайшие, я думаю, минут 10-12. Есть смысл покупать БКБ, да и вообще, БКБ вещь полезная после Юла возвращаться, а Юл здесь все-таки рано или поздно у кого-то да появится. Да и терпеть от того же Шторма смысла никакого. В БКБ можно все это и выедить и, в принципе, у нас Кью остановится вне зоны доступа. Разве что Лассо будет его держать, но если Лассо будет в БКБ, в принципе, с руки-то вряд ли кто-то сильно расковыряет. Спектра пока что без нормального деймеджа. В Спектре рановато еще дамажить, а остальные ребята все бьют прокастами. Кью несет себе все-таки Блейд оф Алакрити и Став оф Визардри и уже готов, в принципе, поинт-бустер. Для него готовый аганим сейчас Кью прилетает. Так решила команда МВП Феникс распорядиться своими деньгами на Найт Сталкере, но они выигрывают. Они выигрывают по счету, выигрывают по золоту, по экспириенсу. Решили давить дальше. Аганим отличная помощь в этом. Вижена дофигища. Теперь у команды МВП Феникс будет и ловить, соответственно, всех можно будет легко и просто. Аба в это время фармливает вражеские леса. Только вот Т2 горит у команды Сигнейчат Раст и догорает. Здесь провязали глиф и готов врыв. Марч в очередной раз просто в ад своих тиммейтов приносит. Надо оставлять здесь Феби Фрога. Надо оставлять. Нельзя уносить. Здесь надо было гнать Спектру и гнать, и гнать, и гнать. В итоге унесли у нас назад роль Варлорда и он пошел на хайграунд. Вот так вот. Может быть и верное решение, конечно. Фени в это время даблкил забирает здесь... Кого? Лину забирает и Спектру у нас. Разобрали. Минус 4 сделала команда Сигнейчат Раст. Уже появился Бумбел. Тут разве что Фиссура и сможет помешать. Но Т3 развалили. Марша должны забирать. Фиссура по маршу. И Феби Фрогу надо отсюда просто пешком умудриться убежать. Получится, не получится, узнаем. Еще 9 секунд не будет у нас Фиссуры. Чем цеплять? Непонятно. Феби Фру под Фейзами. Под Сэнджин Яшей. Очень быстро бежит. Табо тут действительно не конкурент для него. Майпро врывается на Феби Фрога. Ну и теперь, конечно, стролем очень просто разбирается команда Сигнейчат Раст. 18-10. Здесь, кстати, по золоту нормально отковыряли Сигнейчат Раст. 2600 в их сторону графики должны качнуться и 3000 по экспириенсу. У Леона есть Даггер. У Веспа появляется Клаака. Возможно, выйдет в Пайп. В итоге у нас марш. Ну, это, в принципе, жирновато немножко для Веспа. Ну, если получится, пускай. А Еул есть у Зевса. Есть Блинк Даггер, Транквилы и Солринг. Фейни ничего больше себе не несет. У Тролль Варлорда мы видели, какая ситуация. Тоже БКБ вообще не лишним будет. Собственно, я и хотел, чтобы Найд Сталкер обезопасился у нас от врывов Бумбелла. Ой, не Бумбелла, точнее, а Майпро на Шторм Спирити через Болл Лайтнинг. Ну, как-то НС пошел у нас все-таки в Аганим. Да и Тролль Варлорд у нас тоже пока что без БКБ. Поэтому, конечно, все-таки Майпро для них неприятный такой персонаж персонаж в составе команды Signature Trust. У Шторма, на котором отыгрывает Майпро, уже готов Боин Бустер. Есть Боин Бустер, точнее, готов Солринг. Осталось совсем немного до Солбустера. И там 800 накопить на рецепт Гладстоуна. В пятером команда MVP Phoenix на Мидлейне. И в лесу есть, в принципе, кому прочекать ситуацию на хайграунде. Тоже достаточно много людей. Ну и Феби Фрог по нижнему лайну идет. У Феби Фрога уже имеется Митрилхаммер, есть Огрклап и есть деньги на рецепт БКБ. Курьер полетел на базу. Курьер Дайеров у нас разваливается. Где это? Как это? Прям под базой рассыпался Курьер. Я так и не понял, от кого. Ладно, это не так важно. Ну что, и Т3 по Мидлейну. А где в это время команда Лейклз у нас с ультой? Лейклз ждет в своей очереди своего офисура. Закрывает двоих. Флеймбрейком ближе подталкивает у нас Бэтрайдер к себе, ребята. И сразу же в Юлл нас отправляет. Девс Бэтрайдера дождался, когда прилетит Бэт. И моментально просто прокликивал по территории. Ну что, Т3 подгорел. 22,5 минуты Лейклза ловят. Лейклз быстрее здесь бежать на Клифф. Залететь некому. Лейклз отсюда сваливает. У него уже имеется Сакрит Релик. И надо хоть вообще, не знаю, кровь из носу, но выживать в файтах. Ульту так и не произвела у нас Спектра. Ну все, на базу. Быстрее на базу. МВП готовы выйти на Рошана. Прочекали, Роха есть. Тролль на ДД. Как же проперло у нас тролль Варлорду. На ДД проперся. И все. И 300 с руки. 300 с руки. Сумасшедшая скорость Д. Скорость атаки. Думаю, за один Баттл Транс у нас Рошан рассыпется. Не успеет команда Сигнеча Траст ворваться. Вряд ли здесь Спектра в соло пойдет. Роха очень битый. Успеет ли ворваться сюда Майпро? Майпро врывается у нас на Роху. А Эггис забирает все-таки себе Шторм Спирит. Сразу же погибает. Но факт в том, что Феби Фрок у нас без Аэггиса. Майпро моментально в Хекс. Просто по территории кликали. Ой, как же удачно Майпро ворвался у нас на Рошана. Какая умничка. Украла Эггис и при этом два раза слился. Ну и здесь Сигнеча Траст сыпется целиком и полностью. Осталось только Спектра в живых. Но что толку от этой Спектры? Непонятно. В соло Лейклз не задефает. У него нет ничего для дефа. Радианса до сих пор нет. А команда МВП практически фуловая. Где там Висп? Висп по мидлейну идет. Сейчас приходит и Кио становится неубиенным. Тролль Варлорд тем более. Попахивает. Гуд гейм. Велплей. Спектра контрится. И Спектра контрится исключительно так на ранних левелах. Не дали Радианс до сих пор заработать у нас в Спектре. На Радианс насобирать 24 минуты. Да, тут много дополнительных было артефактов у Лейклза. Так, Абба врывается у нас с Феби Фрога. Вытаскивает его под Т3, Т4. Мардж должен на релокейте забирать. Но Мардж никому ничего не должен. Мардж здесь сам без релокейта еще 40 секунд. Команда МВП не боится. Здесь ни Лейклза, ни Абба, никого. Майпро на фуллману. Врывается на мидлейн. Дальше Погоняк. Ио тоже может развалиться. И Феби Фрог здесь может развалиться. Отхиливается у нас Майпро. Принцип оврлот есть. Пытаются поймать здесь Тролля. И Тролля, скорее всего, заберут. Что там у Майпро с Маннорегеном? Как же ему сильно надо этот Солринг? Солринга нет. Феби Фрог, Даггераут и бежать отсюда. Потеряли двух важных героев. И чуть было не лишились Тролля. Игроки команды МВП по золоту. Сигнетчат раз здесь 3 300 отработали. И 4 200 по экспириенсу. Это много. Это много. За два фрага это действительно много. Бладстоун для Шторм Спирита. Майпро готов насобирать, как я понимаю, себе стаки. Насобирать себе заряды в Бладстоун. Потому что врывы, файты постоянные. Шторма Шторм никого, ни себя, ни врагов не жалеет. Давайте глянем графики. По золоту 26 минута у нас идет. И 14 тысяч в пользу команды МВП. По экспириенсу 6 тысяч. Тоже для коллектива МВП Феникс. На данном этапе дела у Сигнетчат раз идут вообще невероятно плохо. Марши здесь очень быстро разбирают. Ни релокит, ни дали проезжать, ни на тизере на кого-нибудь ворваться. Купов там или на, не знаю, на какое-нибудь дерево. Разобрали Веспа. Так вот, говоря о ситуации с командой Сигнетчат раз. У Спектры до сих пор нет Родианса. Хотя вот-вот уже появится. Когда у Спектры появится Родианс, тогда хоть какие-то шансы на удачные файты будут. Майпро, в принципе, ведет себя агрессивно. И да, точно могу сказать, это дает свои плоды. Дота любит агрессивных игроков. И, собственно, смелость города берет. Ну, тут, разумеется, к Майпро это относится в полной мере. У Спектры проявляется Родианс. Если Сигнетчат раз сейчас перейдут в экшен, не будут стоять на хайграунде и ждать, когда у нас раскастуется Зевс, когда у нас тролль ворвется. Так, Бумбелла цепляют, Бумбелла забирают сразу же. Шейкер без вижена. Зашел на хайграунд, посмотрел, как там обстоят дела. Дела для него обстоят хреновейшим образом. Шейкера просто так отдали. Ну, и Шейкер сам, в принципе, себя отдал. Нелепейший мув, это при том, что команда проигрывает по всем показателям. Да и по фарму, посмотрите на Нетворс. На первых трех местах игроки команды MVP, Зевс, обгоняет Спектру по фарму. Да, ситуация с Родианцем. С появлением Родианца сейчас изменится для Лейклса. Ну, можно ведь удачно ворваться и этот Родианц моментально вместе со Спектрой отправить под фонтан. На байбеку Спектры нет денег. Фарма становится меньше, потому что мидлейн частично спушили, милишный барак развалили. И теперь крипы идут дешевенькие у нас в сторону команды Сигнетчи Траст. Ульта пошла у Спектры. Спектра врывается на Феби Фрога. Все, в принципе, в него. Вортекс растянули. Куда бы вообще вытащил Феби Фрога, непонятно. Марш пытается подхилить Феби Фрога и отлично получается. Релокейт через секунду у Виспа. Висп отсюда уносит у нас... Уносит у нас отсюда тролль варлорда. Тут Виспа надо контрить, а не тролля. Но, с другой стороны, ты бьешь Виспа, который очень... Быстро бегающий за счет тизера. Да и отхиливаться может и мекой, и урной. Нет, урны нету, просто мекой. Ты пытаешься бить Виспа, а тебя в это время разваливает тролль варлорд. Это тоже ситуация не исключена. Поэтому, конечно, Сигнетчи Траст нашли себе жертву. Думали, Феби Фрога успеют забрать. В итоге потеряли время, потеряли деньги. 13 тысяч МВП Феникс. По экспириенсу 6 тысяч тоже в их пользу. Пуш топ лейна. Тауэра давным-давно здесь нет на топ лейне. Стоит Бумбелл и уже готов перекрывать половину команды МВП. Уже готов врываться у нас с Майпро. И есть, в принципе, желание врываться у нас от Спектра. Спектра попыталась навалить у нас Феби Фрогу. Убили, кстати, Шейкера. И очень быстро убили Майпро. На Феби Фрога. Туда же Лагуна Блейд от Биби. Ну и Лейкелс. Лейкелса рассыпается. У него нет байбека. Это означает только то, что сейчас сторона упадет. БКБ. Все, кто мог провязать, провязали. Раскасты, в принципе, переживают. Забрали Лейкелса и уходят. Куда уходить-то? Все, в принципе, имеется. У Кио. У Кио Боттл не с собой. Нет, никто никуда не уходит. Машинка здесь и врыв пошел от Феби Фрога на Абу. Просто отогнали у нас Бэтрайдера. Пока стоит машинка, можно пытаться бить. Крипы уже подходят. Кио никуда отсюда не собирается. Врываться Лина у нас не сможет. Максимум дать какие-то раскасты Драгонслейва или еще что-то. Но Кио, в принципе, у нас-то ночь. Кио дает Сайвенс по Лине. Лина отъезжает. Юла у Лины нет. Сразу можно перемещаться на мид и забрать барак на Мидлейне. Майпро прилетел, посмотрел, как у Полтавы. Как упал барак, точнее. Класс. Спектрат только-только появляется. Лейклс в данной игре, мне кажется, безнадежен. Ждут Рошана игроки обеих команд. Тут, в принципе, Рох у нас со стороны команды MVP ждет дико-крыл-потрошителя. Со стороны Signature Trust MyPro уже залетал у нас на клифф. Посмотрел. Все в порядке. Рошана нет. Драться пока нет смысла. У Спектры есть ульта. Лейклс в любой момент ворвется в файт. У него, кстати, по золоту какая-то беда полнейшая. Четвертое место до сих пор Спектра. 1-3-7 счет у Лейклса. Уфиговенький счет. У Кио есть БКБ, есть Агоним. Ну, а этот Сталкер ко всему готов. К любой неурядице вообще, который его может ожидать. У Марча появляется Аркан Буцы, по-моему, после Клоаки. Если я не ошибаюсь. До этого вообще у нас Висбегл без тапка. Это Зевс с Бладстоуном, с Еулом, Даггером и Транквилл Буцами. Зевс на третьем месте по фарму и на первом месте Фэби Фрог. У Фэби Фрога уже есть Скади, есть Сэмжин Яш, Даггер, БКБ, 6-секундная, Домик и Фэйс Буцы. Команда Сигначит Раст не рискует подходить сюда. Наверное, бессмысленно. Т2 не такая важная цель, чтобы здесь умудриться в пятером слиться и... И потом не знать, как отдефать вообще любую из сторон. Байбекаться, байбекаться, еще раз байбекаться. Без денег быть, без опыта, без возможности фармить. Даже если вдруг кого-то убить. Поэтому драться где-то за пределами своего хайграунда Сигначит Раст я бы не рекомендовал. Но они тоже это, наверное, прекрасно понимают, поэтому никуда у нас не лезут. По золоту. МВП 20 тысяч, по экспириенсу 12 тысяч тоже для фениксов. Все до сих пор у нас на Спектре зиждется. Спектра должна выформить свои артефакты. Она должна заработать какую-нибудь Тараску. Я не знаю, Манта Стайл или Баттерфляй. Что-то, что позволит ей не умирать моментально. Спектра вообще гибнет в файте за секунду. Ну, где фармить с другой стороны Лейклсу? Непонятно. По крипам Лейклс на втором месте. На первом у нас Феби Фрок. У него 248. У Лейклса 1700. 1700, да. 1700 крипов у Спектры. 176 крипов. Добил у нас Лейклс. Ну и на третьем месте Аба 132. Ну а Болис Нойер, Аба Жулик. Поэтому эти крипы не считаются. По Нетворсу на третьем месте у нас Зевс. На втором. Кюо и на первом. С невероятным вообще отрывом. Тролль Варлорд. У него 2500 уже на руках после Скади. Я думаю, что такие тролли игру не отпускают. У Спектры 14 левел. У тролля 17. Как драться непонятно. Вангвард на 34 минуте уже не считается. Урна тут как была бесполезной, так и будет бесполезной на Спектре. Ну а что? Один Радианс и фейсбуцы для Спектры. Это все нищенство, конечно, и убожество. Зевс за эту ульту посмотрел, где там находятся ребята. Ребята под Смоком решили пробежаться на Роху. Будут ли пытаться кого-то найти? Я думаю, после ульты сразу юзнули Смок. У Кио уже имеется Гем. Варды, в принципе, сейчас исчезнут для команды Signature Trust. Добивать варды есть? Кому Кио подошел на Глиф проверить. На Клиф, точнее, а не на Глиф. Так, Аба врывается у нас на Кио. Вытаскивает Кио как можно дальше. Должны забирать. Забирают у нас Кио. Гем лежит на земле. Пошла ульта от Лейкелса. Марш, быстрее отсюда бежи. Куда ты прилетел? Как классно у нас. Марш релокейтался. Просто великолепно. Еще и вернется сюда. Троллят. Наца туда с собой забери. Смеху будет вообще. Хотя может попробовать. Да, уносит с собой Наца. Куда уносит? На 5 метров назад. Лейкелс где? Лейкелс бегает и всех жрет. Кого только можно сожрать. Фэйби Фрок вгрызается у нас в Лейкелса. Ну и то, о чем я говорю. Спектра вроде бы ходит. Вроде бы дамажит. Вроде все у него хорошо. До той поры пока Спектру не начинают бить. Как только Спектру начинают бить. Спектра дохнет просто как желейное. Ультра килл уже от Фэйби Фрога. Ну и тролль Варлорд. Действительно он фай. Сейчас еще и подхилится за счет марша. Дальше погоня. Ну и это рэмпидж для Фэйби Фрога. Великолепно. Рэмпидж. MVP Phoenix. Полностью уничтожают шансы команды Signature Trust на победу в этом матче. И деморализуют ее глобальнейшим образом. ГГ пишет Signature Trust и правильно пишет. Первая катка за команду MVP Phoenix. Поздравляем их с победой в данном матче. Через, я думаю, 2-3 минуты у нас восстановится игра. И перейдем на второй матч данной серии Best of 3. Пока что Signature Trust отстают и надо что-то решать. Надо что-то выдумывать по пикам. MVP выглядят гораздо увереннее. В данной игре так точно. И пик вроде нестандартный. И Night Stalker, о котором давным-давно все забыли. Но и Спектра даже не спасла команду Signature Trust. Законтрили. Ладно, услышимся через 2-3 минуты. Пока графика, музыка. Не переключайтесь. Заходите в группу ВКонтакте, на YouTube. Смотрите вводы. Подписывайтесь здесь на Twitch. Несчастные эти 2-500 уже давайте донаберем. У меня уже голова болит от 2-4-9-9 у нас по вопросам фолловеров. Все, до связи.